вяжем первый ряд ручек 5 петель натуральным цветом шпагата 5 столбиков без накида 1 2 вяжем в раскол 3 4 5 довязали до петли с маркером маркер мы не убираем пускай пока будет дальше обвязываем канат не привязывая его к изделию делаем ручку также столбиками без накида следим чтобы шпагат ложился ровно красиво и важный момент верхняя косичка должны быть петли одинаковые также их вытягиваем как и при обвязке не тоже не слабее а точно так же обвязываем канат на необходимую высоту ручки и так смотрите под ручками у меня 23 петли включая петли с маркерами то есть под ручкой я набрала на 2 петли больше 25 и по длине это совпадает с петлями на сумочке и дальше я присоединяю ручку в петлю за маркерами сильно высокую ручку я делать не буду такая вот высота ручки получается дальше соединили крепим канат расправляем слегка его подкручиваем закрепляем дальше до маркера до следующей ручки закрепляем все обвязываем канат до следующей ручки присоединяем его к изделию переставляйте крючок если петелька не ложится не забывайте об этом все петли должны лежать ровно и красиво следите за верхней косичкой чтобы не стянуть вверх сумочки вяжем до следующей ручки довязываем до петли с маркером и дальше аналогично обвязываем канат делаем вторую ручку делаем 25 столбиков без накида следим за верхней косичкой обвязали канат для второй ручки поправляем косичку разворачиваем чтобы канат лежал ровно проверяем длину до 23 здесь у нас 25 на 2 петли больше это совпадает сумочкой 25 петель и также присоединяем канат в петлю за маркером и обвязываем делаем 1 столбик 2 и 3 останавливаемся и проверяем складываем ручки и смотрим длину по необходимости нужно чуть-чуть подтянуть канат или ослабить смотрите чтобы ручки были абсолютно одинаковыми так все совпадает проверили и вяжем дальше вяжем таким образом до следующей ручки покажу как сделать поворот